Печенька Может быть и нет Котел Сигма Может быть мы как раз заодно и туда зайдем Ой, я не хотела это сделать Мне нужно путешествие Если мы захватим с вами котел Я смогу приручать новых диких животных А если мы с вами победим Нора Ну то есть не самих Нора Поможем им победить злодеев Тогда Нора дадут нам очень много опыта А это тоже неплохо Потому что я хочу уже развивать много разных навыков И собственно напишите пожалуйста в комментариях Как вы думаете где мне найти очень сильное оружие Потому что мое оружие хоть и стреляет неплохо Довольно таки быстро Но оно слабенькое Чтобы убить большого зверя Я трачу очень много энергии Очень много времени Это все еще Крабик? А с кем он там воюет? Ой, Крабик с кем-то дерется Ну приступим Куда? Самого сильного главное убить Вот что надо было сделать Убить самого сильного Оу, нет Ай, нет, ай, нет, ай, нет Бежим, бежим Элой Тут они На ближних дистанциях Они гораздо сильнее тебя Лучше как-нибудь быстро свалить Еще и крабики Ой, еще и крабики Не-не-не, крабики не надо Крабики пусть остаются Блин, ты дурила Беги, пожалуйста Зачем ты остановилась? Господи Эм, вот эта дверь Как же ее открыть? Эм Эм Думаю Не рядом со скрабиками Нет, давай, давай Они там подерутся Постреляют в тебя И туда вошел зайчик Эй, зайчик Эй, зайчик Не надо Зайчик Осмотреть котел Да-да-да Зайчик Зайчик Уходи отсюда Здесь может быть Очень много враждебных И страшных машин А, уровень 8 Слава тебе, господи Я думала уровень 32 Ух, а это просто 32 опыта дадут Так, можно прыгнуть вниз Наверное, да? Или нельзя Это какие-то роботы Здесь такие звуки издают Или, может быть Вообще, это все похоже На одного большого робота Вау Это Зимускированные люди У них криосон Или что-то вроде того Железо Свет Я как будто попала Внутри гигантской машины Блин, да Кто ее создал? Вон она сама себя создала Мы же с тобой видели Мы с тобой проходили уже Этот квест Машины сами создадут себя В этом мире Я очень боюсь Охренеть Вот это она настроила Сама себя на камнях Мерзко Такое впечатление Буду бы Это какой-то Хоррор Ну, знаешь В плане Сома Вообще Как вылезет Какой-нибудь чувак Выглядит Как треугольная труба Для чего она? Трубопровод Неизвестное назначение Везем к физическому воздействию Содержит нетоксичный газ Который может затруднить Визуальное обнаружение Тут клапан А тут еще рядом робот Где-то есть Брыскать-то за стеной Ау В текстурах Кажется, я оторвалась Да, потому что Он в текстурах Не хотела бы я Оказаться на его месте Дурачок, блин Как бы тебе помочь? Сладенький Ты мой хороший Теперь понятно Как эта машина разрастается Она просто поглощает Маленький крыск Дерзкий Ну я-то тоже дерзкая Со мной так просто Не поэто Крыса Крыса Ладно, сумки у меня забиты Пойду заберу еще У этого ништяки какие-нибудь По сути Трех рыскарей одолеть, а? Зачем он выращивает пирамидки? Ну то есть хорошо Этот монстр вырастил сам себя А пирамидки зачем? Ребята Возможно сейчас Мы сможем приручить Нового рыскаря Или кого-нибудь еще На эти белые штуки Я бы лучше не попадалась Вдруг оно хочет Меня убить Я найду тебе применение Я так и думала Я так и думала Там еще какие-то опасные хрени Брой, запих много Консоль неизвестной конструкции Возможно уязвима к перехвату Пожалуй, наверное Это-то мне и надо сделать, да? Так, внизу Тут уже здесь есть рыскарь Ну этот рыскарь Херсон Он запрятан Вон та штука Рядом с провалом Что это такое? Я не знаю Надеюсь, этот катающийся робот Не собирается нас убивать Очень кстати Я могу поэтому идти Оно теперь Выращивает для меня Всякие штуки А зачем? 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 Эти руки робота Не убьют меня? Я не в сердце Самого дракона, надеюсь? Угу Как на два броса И ни одного ответа Ну хорошо Хоть металлические осколки И огнежар взять Огнежар мне нужен Как думаете? Наверное Не попадаться на эти огоньки надо? Хотя это вполне может быть Обычные штуки Как, знаете Когда автоматические двери Сенсоры тебя замечают Или когда ты входишь в комнату И сенсор замечает Тое присутствие Включает тебе фонарик Так что я думаю Возможно это еще От претчей Осталось Всякие фонарики Которые реагируют На движение И зажигаются Просто чтобы Ну Свету дать Немного Вот смотри Это уже выход Вау Серьезно? Вот так быстро? И я уже Могу кем-то управлять Нет Наверное Это еще одно Отделение котла По-моему Это все-таки Люди в крясне И они катаются Здесь все Их обрабатывают Потихоньку Туда-сюда Эти устройства Доставляют Куда-то детали Может У меня на таком Прокатиться Ты уверена? Ты сейчас Очень в этом уверена? Может быть Не надо? О, хорошо Это было несложно Но очень страшно Вот и я говорю Сейчас как встретим Каких-нибудь непонятных Дядер Здесь создает Нашел Незислен Кур Сверх Кур 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 Сестрюнь Мы же знаем Это Машины Создают машин Ага Еще нужно Вот это Перепатить Я так понимаю Ой-ой Ой-ой Как тут Много всего Это же Сколько нужно Перехватывать Разного управления Ага Не успел Даже выстрелить Братиш Хорошо Что здесь Только рыскари А прикинь Если начнутся С пилозубами Всякие ядра Ведь чем дальше Тем сложнее Я почти уверена В этом Чтобы захотеть Какого-нибудь пилозуба Нужно по-любому Убить будет Их несколько Десятков Как добраться До верха Давай Ничего не вижу Ничего не вижу Подожди Нужно сконцентрироваться Я своего друга Там пытаюсь А ты его защищаешь Прям вот такие Вы бестфренд Да Чтобы ты его защищал Жили здесь Не общались даже Хотя Учитывая Что вы вместе Вдвоем Везде ходили Может быть Вы действительно Были друзья Я сломала Вашу мега Крепкую дружбу Ладно С кем не бывает Бо Хорош Все Теперь нужно снова Охотничья стрела Потому что Если здесь Тыхтюр Ты довольно мерзкий Кстати Сейчас я вот здесь Посмотрю Что это такое Вот тут Таким книжки Возьму Допустим Огнежар Огнежар Мне очень нужно Это shirt Штук Эй Эй Что это А если выстрелить туда, можно? Какая мерзкая херня. Она подкармливает эту дырку, что ли? Мерзкая херня подкармливающей дырки. Зачем я это увидела? Мне нужно было просто идти к желтому кружочку. При этом перемачив по дороге пару сотен динозавров. Не обратила внимания. Здесь явно забраться. Больше ничего как бы не остается. Хорошо. Слушай, пока нету никаких крабиков. Очень даже легко. На самом деле крабика я, получается, второй раз в жизни всего лишь завалила. И уже тоже получилось слишком легко. Может быть, после этого ядра мне может быть приручать рыскари. Потому что здесь все сделано очень похожим на рыскари. Не знаю, зачем они. Нужно на них кататься явно нельзя, наверное, как собачки. Ух, хорош. Да! Разбег спасает. А это уже не ручки. Это больше похоже уже на ножки. Чтобы перехватить управление, нужно выяснить, откуда взялись эти штуки. Сороконожки. Так, как создается машина. Без света. Без света? Ты имеешь из-за из-за электричества? Сюда исходят сигналы. Только мне шипанет. Представляешь, если здесь будет? Да, еще птиц. Ведь по-любому где только будет. Ух ты! Можно было на любую губу забрать? Ничего не будет сделать. Ой-ой. 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 Бешеное, что ли? Господи, ты тут все сломаешь. Ой! Извини, рыскарь, я вообще не хотела. Ты вообще случайно сейчас попался. Ой-ой-ой. Эти рыскари постоянно защищают своих друзей. Настоящие преданные ребята. Ау. Рыскарю сейчас досталось. Ух ты, ух ты, ух ты. Сейчас будет большой бум. Бежим. Бежим. Кажется, сейчас оно взорвется. Вау. Взорвалось. Мочи машинку. Беги, а то сейчас будет бить. О-о-о-о-о. Бежим, бежим. Смотри. О, да. А, нет, еще не все. Ух, ух, ух. Получилось. Боже мой, наконец-то. Это было сложно. Без преувеличения. Здрасте. Вау. Я могу теперь, наверное, этих больших сумчатых приручать. Жвачник, падальщик, копьерок. И пилозуб. Я могу пилозуба перехватить. Быстро. Быстро. Нет времени объяснять. Быстро, быстро. Ой-ой. Обжигай. Сзади прям плюет огнем. Не могу вообще. Страшно. Сейчас еще пилозуба бы встретить. Вот была дни жизни сказка. Он бы этих огненных бурдюков раскидал бы. Он бы им бы показал. Еще один костер. Шикарно. Оп. Ты остановился там? Слава тебе, Господи. Думал, сбросился. Злость беса. Выглядит зловеще. Вот бы знать, каким мир был в старину. Когда тут жили предтечи. Ты не похожа на наших. Да, мне говорили. Вождь. Разведчики обнаружили вражеские лагеря. Стерегут подходы к Железному кольцу. Тогда лучше с них и начать. Чтоб тревогу не подняли. Согласна. Уничтожим лагеря. Чтобы никто не предупредил врага в Железном кольце. Сниму сигнал. Вопрос возник. У каждого лагеря в засаде будут наши. Ты начнешь, они подхватят. И все-таки есть один вопрос на секундочку. А вы все это время меня здесь ждали? А если б я не пришла? Я вообще совершенно случайно захотела пройти эту миссию. Не было, не было никакой особой функции в этом деле. Войны. Время пришло. Время сражаться. Во, бегун. Время мстить. Пока она там в одушевляющую речь толкает, нам пора бежать. Тут очень много самолетов из звездных войн. О, гля-гля-гля. Блин, начь по нему. О, подожди, подожди. Опять, опять ты, короче, по мне, да, начинаешь. Оу. Хорош. Молочак. Вот это я уважаю, вот это предаешь. Э. Э. У, хорош. Вау, прям голову пронзило, прикинь. Бегун, атакуй. Оу. Это было больно, подозреваю. Тьфу. Ура. Стоит, священная земля. Абсолютно беззащитна. Они столько дней ждали нас. Никак не уходили в атаку. Ей, допустим, говорили на вождихе. Слышь, ну Илоя уже не придет. Уже все, уже забей. Давай, пойдем отсюда. Она такая, нет, нет, нет. Еще пару дней. Еще пару дней. Давайте дадим этой девочке шанс. Ты пойдем со мной. Идем со мной. Ты что здесь встал? Пошли. Там еще драться и драться. Ох, мне эти кобылки. Ох. Опа. Хорош, ребята. Молодцы. Очень годно. Одну за другой. Хорош, умница. Молодец. Давай, 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 добей его. Най. Не страшны нам зараженные машины. Так, это моя лошадка. Ага, я вижу того, по кому можно уронить. Вау, это, кажется, был чей-то Феррари. Для Ромборджини. Ромборджини. С лагерями разобрались. Теперь железное кольцо. Враг укрылся за высокими стенами. Нам придется лезть по ним. Возможно, под огнем. У меня другая идея. У них есть слабость. Я пойду одна и туда ударю. Если получится, я пробью в этих стенах такую дыру, что пройдет все наше войско. Было бы хорошо. Только я пойду с тобой. Вождю следует радоваться двум стрелам, которые так рвутся вылететь из лука. Да, вождь. Слушаюсь. Как леди, как леди. Смотри. Пошла такая. Мы ждем от вас знака. Мне немножко надо. Ты что такой быстрый? Я успела только к кустику отойти. У тебя ведь есть план. Ну, ты же за мной пошел. Даже в руины. Неужели ты мне не веришь? Верю. Но откуда ты знаешь, где слабое место? Я сама не знаю. Скоро поймешь. Красивые дороги такие. О-о-о. Посмотрите. Вон там. С вывесками. Про скорость. Про города. Прекрасно. Прекрасно. Ну что ты? Почему я за тобой следую? Я же знаю, где их тайное место. А разве не надо было, чтобы мужчину девушку посадил сначала? Серьез ли гейм? Дай руку. А надо было... А как же сделать катсцены, что она прекрасная и сама бы забрала? Что нужно сделать? Уйдите место в обменном кольце. Точнее, в железном кольце, где битин, обнежен. Тот, что справа, твой. Какой? Где? Какой? Какой справа? Кто справа? А, ладно. Берегись! Это она! Я правильно всё сделала? Это ведь справа? Или... Бринь, бро, я что-то, может быть, неправильно поняла. Извини, наверное, я подставила тебе. Но не обязательно тратить ресурсы. Столь ценный ресурс. Я вот, например, больше не могу их готовить. Где? А, да? Ладно. Почему то, что слева? Он даже не визжал. Просто стоял и ждал. Вот. Видишь, что в хранилище? А ты видишь тех демонов? Соберись, Варум. У них в хранилище огнежар. Его там очень много. Если взорвать, ни от этих машин, ни от стены ничего не останется. И тогда наши воины ударят. Отсюда не достать. Подойдём поближе. Я подойду. А ты назад. Изложи Соне план и проведи их на ту сторону. Хорошо. И когда стены рухнут, я первым пойду в полон. Ха-ха-ха. Осталось только этот план воплотить. Я на секунду напоминаю, у нас больше нету огнежаров. Если сделаю это по-тихому, будет гораздо проще. Да, хорошо. Осталось только подобраться под межар и выстрелить. Угу. Да, всего-то диопта. Так, пока что я в инвизе. Получилось по стелсу пройти, прикиньте. Вау. Так, скрипность закончилась. Да, ладно. Так, хорошо стоишь. Стой дальше. Опа. Попала ещё. Прям сквозь деревяшку. Прям жжёшь. Смотри. Хорош. Попытка мне нравится. Воу. Это было больно, да? Хорош. Много их там осталось, ребята? Мне полутать можно? А то очень хочется. И жар закончился, например. У-у-у. Ничего себе. Со спины подошли. У-у-у. Главное, что больших роботов устребили. Остался такой мини-косячок. Хорош. Так, ещё парочку. Никто не хочет вас славить великой Элой. Сделать её своей новой богиней, например. Мы готовимся уходить отсюда. Стрелы и копья бросьте гнить в телах убитых. Всё равно их уже ничем не очистишь. Неплохо вы разоритесь на постройку новых. Да ладно, ребят, столько почестей. Не могу спокойно через дворец прибежать. Без ваших вот этих вот. Эй, ты кто? Здравствуй, Элой. А, здорово. Клевокрыл. Меня зовут Марат Безгрешный. Идём со мной. Ара-арат. С тобой хотят посоветоваться по важному делу. Да-да. К самому королю? Я не готова. Все эти люди пришли к королю? Да, и каждый будет просить о милости. Что уж делать, такова политика. Какие люди? Ах, вижу. Хорош, ребят, я даже не одета для приёма короля. Я хочу вот эту шмотку. Поменяемся? Давай, ты мне своё платье, я тебе свою броню. Давай. Что ты нервничаешь? Просто отдай, я возьму. Эти девушки. Аристократы, как дети малые, которые вечно ноют и требуют сладкого. А какой он, король? Самое главное, что он не такой, как его отец. Думаю, ты сочтёшь его весьма разумным. Хочу скрафтить все новую броню, это мне уже надоело. Какая-нибудь помощнее есть у вас? Та самая лонь, что может видеть незримая. Яра, ты оказала мне большую услугу. Эра, расскажи ей. Я посмотрел на тело, и это не Эрза. Не хватает шрама под правым коленом. Это мы с ней в детстве подрались за деревянный меч. А Рарат недоволен. Если кто не Эрза, другой человек, она может быть жива. Точнее, обеспокоена. И я ни за что не брошу её. Выходит, что её похитили. Но вот кто? Есть предположение. В Азерам у Эрзы есть враг. Человек по имени Дервал. Ну нет. За Дервалом охотились все кланы-жилы. Он наверняка уже мёртв. Больше ни у кого в Азерам нет ни мотива, ни способности придумать такую ловушку. Не удивлюсь, если он прячется в пограничных землях. Я уже отправил агента на поиск. Мне кажется, Ара рад заманивать нас. Он ждёт распоряжений на рыночной площади в Смленом Утёсе. Войска у границы могут спровоцировать Азерам. Но если отправить лишь авангард. И одну талантливую девицу из племени Нора. Эрент, Марат. Пока оставьте нас одни. Вау, вау, подожди, подожди. Минуту. Ещё минуту назад у меня не было платья. А сейчас уже неловко, да. Но для меня это исключительно важно. Я вижу, Эрза была дорога вам. Если бы не авангард Азерам, я бы не смог освободить Меридиан. И положить конец тирании моего отца. С тех пор мы всеми силами поддерживаем мир между нашими племенами. Это непросто, но Эрза знает подход к своему. Именно поэтому я должен вернуть её. Скорее. Кто такой этот Дервал? Чтобы понять Дервала, нужно знать, кем был мой отец. Он на самом деле считал себя солнцем. Его разум был искажён. Может быть, заражён? Он считал, что кровавая жертва — ответ на любой вопрос. И добывал жертвы в других племенах. В основном Дервал оборонялся. Он вооружил свой народ просто до зубов. А мой отец ответил ему ещё большей жестокостью. Он схватил жену Дервала. И дочь. И принёс в жертву в круге солнца. На моё племя напали убийцы. И я узнала, что они из Карха Тьмы. Они называют себя затмением. У них есть машины, которые могут заражать другие и управлять ими. Они хотят напасть на Меридиан. Да, я уже слышал об этом из донесений Марана. Некая группа Карха Тьмы, которая подчиняет себе машины. Тебе известно, когда будет атака? Нет. Точно нет. Что ж, мы подготовимся. Но всё же пока. Эрза — моя главная задача. Прошу, найди её. Но почему Дервал так стремился похитить Эрзу? Она предала ему. Эрза была его соратницей, пока не узнала, что он задумал перерезать всех жителей Меридиана. Она пришла ко мне. Мы помешали Дервалу. И спасли город от моего отца. С тех самых пор Дервал тратит все силы, чтобы отомстить. Соплеменником, поддержавшим меня. Он завёл себе столько врагов, что я считал его мёртвым. Я ошибся. Говорят, вы бог солнца, убивший отца, чтобы объединить племена в гармонии. Молва не лжёт? Говорят, ты видишь незримое. Попадаешь в древко стрелы и укращаешь взглядом машины. Неужели молва не лжёт? Ну, почти нет. Что ж, я бы рад объединить племена в гармонии. Но ты сама видишь, какая ко мне очередь просить. Может, через неделю? Неплохое местечко. А видно отсюда маленьких людишек внизу. Не одобряешь? Ну, скажу тебе по секрету. И я тоже. Но имей терпение. Нельзя сразу проснуться в новой стране. Станет ли она новой, если править из дворца? Может быть. В будущем. Если мне помогут такие, как ты. Это... К ещё одному близко знакомому правительству тоже вопрос. Очень сложная она, ваша политика. То есть, Азерам — это и друзья, и враги. Я бы не смог освободить Меридиан без помощи Эрзы и её Азерамских бойцов. Многие из них остались здесь. Но старейшина Азерамских кланов Жили не может смириться с их успехами. Как и высшие слои Карха. Ситуация сложная. Особенно если учесть, что отец много лет совершал на Азерам набеги. Эрза держит мир. Обещает своим людям взаимную выгоду. Но такие, как Дервал, навсегда затаили зло. А кто такие эти Карха Тьмы? Зачем им нападать на Эрзу? Это горстка тех, кто остался верен отцу. Сидят в закатной крепости к западу отсюда. Как и мой отец, они любят только власть. Ялчат силы солнца, надеясь обрести её через ритуальные кровопролития. Эрза помогла мне изгнать их. Они её заклятые враги. Дервал знал на кого. Валить им. Мне надо идти. Знаю. Что ж. Говорят, король не просит. Но умоляю. Умолять никто не запрещает? Найди Эрза. Кланяться и умолять мне можно. Например, Марат. Кстати, если нужна помощь, обратись к нему или к Рену. До смоленого утёса. Так, ну на этом мы с вами серию закончим. А, слушай, подожди. Может быть, с тобой нужно поболтать? Конечно. Я думал, что Эрза мертва. И Дервал тоже мёртв. Но смерть штука непостоянная. Ну, или я тупой. Неважно. Сейчас надо разыскать мою сестру. И отомстить. Вот бы люди Марата нашли зацепку. А Эрза что-то говорила об этом Дервале? Мы вместе служили под его началом. То есть, помогли собрать армию и свергнуть безумного короля. Но потом Дервал начал липнуть к Эрзе. Само собой, без шансов, но никак не отступался. К тому же, вдруг выяснилось, что Дервал хочет перерезать вообще всё племя Карха. Короче говоря, дерьмо жвачника, а не человек. Ават очень хочет найти твою сестру. Да, она была ему близка. Болтали даже, что они спят. Но я не верю. Он слишком тощий. Так, всё. Не хочу даже это представлять. Лучше думать о поисках. И как отомстить Дервалу? Мне пора. Только ты уж приди в Смоляной Утёс. Ради Эрзы. Я даже не знаю вашу грёбаную Эрзу. Уж если я ради кого туда и приду, то не ради Эрзы. Чем я могу служить? Я уже поняла, что ты советник короля, но что именно ты делаешь? Абсолютно всё, что требуется. Ты всегда так уклончив? Когда как. Сдаётся мне, ты шпион. В Доме Солнца и за его пределами немало голосов. Скорее, я всего лишь хороший слушатель. Что я найду на границе? Азрамскую заставу. И никто на ней не будет связан с Дервалом. Однако, его былые соратники по-прежнему верны ему всем сердцем. Они его не бросят. И не забудь, он истинный мастер. И очень любит мастерить опасные игрушки. Почему тебя зовут Марадом Безгрешным? Ну, это смотря, кто именно зовёт. Никакие имена мне желают приписать грехи. С тобой трудно общаться. Я в курсе. Ты не соврал насчёт Авада. Он вроде искренний. Он король солнца. И я ему всецело предан. Что ещё я мог сказать? Хм. А прежнему королю ты был так же предан? Ну, я предал его. Сдал врагам. Но всё это во благо Дома Солнца. А что ты сделал? То, в чём как раз нет греха. Ай, как сложно. Скажи, ты точно уверен, что это был Дервал? Я не говорю точно и уверен. Я предполагаю, что возможно. Кто ещё в Азарам настолько коварен? Кто способен построить такое оружие? Кто ненавидит Эрзу? Второй такой? Вряд ли. Его же считают мёртвым. И это ещё один аргумент в пользу формулировки предположительном. Мне пора. Так иди. Мне пора. Так иди, что ты тут стоишь ещё такая. На иссохшем пергаменте глиппы инкустрированы золотом. Это Короли Солнца. Да, да. Хроники Королей Солнца. Мне интересно. Я вообще не люблю Королей Солнца. Мне вообще дофини. А с вами я попрощаюсь. Всем большое спасибо, ребят. Всем пока. Я пойду лишь сохранюсь. И это, наверное, всё, что я сделаю. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам нравится Харайзен Зеродом. Потому что мне он очень сильно нравится. Посмотрите, пока Сайберию падите. Или предыдущие серии Харайзена, если вы их не видели. Не уходите далеко с канала. Здесь постоянно интересно. И посещайте почаще стримы. Харайзен Зеродом. Продолжение следует...